Привет, друзья! На дворе осень, и я решил купить электросамокат. Все очень логично. А если быть серьезным, то сейчас курс доллара не такой высокий. И, естественно, кроме курса доллара, еще и не сезон. Соответственно, я могу найти самую выгодную цену, чем я, собственно, и занялся. И сегодня на обзоре электросамокат Neoline T26. Встречайте! Максимальная скорость 32 км в час. Материал рамы алюминий. Вес 13 с небольшим килограмм. Мощность номинальная 350 Вт, пиковые 700. Заявленный запас хода на одном заряде до 40 км в час. Тип электромотора бесщеточный. Колеса бескамерные 10,5 дюймов. Время зарядки АКБ около 7 часов. Из освещения присутствует светодиодный фонарь, задний габарит и стоп-сигнал. Тормоз, передний барабанного типа и задний электронный. И начну я с того, что компании Neoline действительно стоит отдать должное. Дизайн, концепт без проводов, выглядит очень эффектно. Сильный, современный и очень компактный дизайн, который не бросается в глаза, при этом выглядит очень динамично и современно. На корпусе есть фонарь с регулировкой направления свечения спереди и стоп-сигнал сзади. Включаются они вручную на руле. Днище, кстати, защищено металлической вставкой, поэтому за батарею можете не переживать. Немного про колеса. Они у Т26 бескамерные, на 10,5 дюймов. И это, я вам скажу, такой приемлемо высокий самокат, а не маленькое хрупкое создание. Мотор встроен в заднее колесо и закрыт от нашего взгляда. Номинальная мощность, как я и сказал, 350 Вт. Тормоза присутствуют на обоих колесах. Спереди барабанный на тросе, сзади электронный. Задний тормоз, грубо говоря, умный и срабатывает почти сразу, как только вы отпустите акселератор. Поэтому не бойтесь перевернуться через себя. Никаких проблем не будет. Как только вы отпустите ручку акселератора, самокат автоматически начнет тормозить. А кроме этого, вы еще поможете себе ручным тормозом. Да и вообще, в моделях Нойлайн используется барабанный передний тормоз, что несет в себя огромное количество преимуществ в сравнении с дисковым вариантом. Расположение внутри колеса защищает от деформации, грязи, воды и пыли. Тогда как тормозные диски расположены на виду, очень низко. Их легко повредить или деформируют препятствия или дорожные изъяны. Руль у самоката сборный. У него снимаются ручки, так что можно хранить в чуть более компактном виде. Кстати, я долго не мог прикрутить правую ручку и даже позвал жену помогать. Я думал, что у меня как-то не попадает резьба туда, куда нужно. Оказалось, все куда проще. Что, не попадает туда нужно, это плохо? Я понял. Так вот, оказалось, что резьба здесь работает не справа налево, а слева направо. И это сделано для того, чтобы когда вы едете на электросамокате, вы не откручивали ручку. Потому что вы всегда будете делать вот такие движения и тем самым можете ее открутить. Поэтому правая ручка сделана задом наперед. Слева ручка тормоза. Справа небольшая педалька для руки. Это газ. На руле также есть дисплей. На нем все самое необходимое. Скорость, расстояние заезда, общий пробег и запас батареи. Также есть индикатор включения света. И выбранного режима мощности мотора. Складывается Т26 достаточно быстро. И тут действительно дело привычки. Крепление простое. Имеет предохранитель, предотвращающий случайное нажатие рычага разблокировки механизма. Фиксируется рулевая стойка в сложенном виде на крыле заднего колеса с боковым зацепом. Стандартная технология для подобных самокатов. Полная зарядка занимает около 7 часов. Так что при активном использовании проще ставить его на зарядку ночью. Заряжается все это дело через разъем в деке. Он находится под специальной заглушкой. Весит гаджет почти 14 килограмм. И это немало. Но аппарат действительно достойный. Есть аналогичная модель Т28. В принципе все то же самое. Разница лишь в запасе хода. И естественно его весе и размере аккумулятора. Но я уже намучился с предыдущим самокатом. Он весил очень много. Поэтому в этот раз я решил взять модельку полегче. Экрану на мой взгляд немного не хватает яркости. В основном это чувствуется днем. При очень ярком дневном солнце. Ручка акселератора не самая стандартная. Она небольшая, что исключает случайное задевание. Но при этом ее сложнее нащупать. Тут тоже наверное дело привычки. Ну как бы все самокаты разные абсолютно. Поэтому придется привыкать. Амортизаторов у Т26 нет. Так что все смягчение дорожных неровностей ложатся на колеса. Поэтому можете накачать давление, которое вам комфортно. И ездить и кайфовать. Но поверьте, даже в стандартном варианте, как он ко мне пришел, колеса накачаны так, что я не испытываю никакого дискомфорта. Езжу и все неровности мне не кажутся чем-то таким невероятно неприятным. При движении у самоката есть три режима. Первый 12 километров в час. Второй 21 и третий 32 километра. Переключается все дело простым нажатием на кнопку, двойным. И мы можем выбрать первый режим, второй или третий. Все наглядно и интуитивно понятно. Мне столько катать некуда, но я проехал гораздо меньше. И аккумулятор почти не разрядился. Поэтому я могу предположить, что данные вполне реальны. Также крутая фишка данной модели – фирменное приложение. Вы можете закрепить смартфон на руль и смотреть на спидометр. Хотя логичнее смотреть не на скорость, а на карту. А вообще логичнее смотреть на дорогу и по сторонам. Потому что самокатчики в последнее время, честно говоря, отдалели. В целом в этом приложении вы можете использовать фишки типа блокировки двигателя через Bluetooth, режим детского ограничения скорости или возможность включения или выключения стартовать с места без стартового толчка. Единственная проблема этого приложения – оно существует только на Android. На iOS хотели ребята выкатить, но ничего у них не получилось. И почему-то App Store просто отклоняет их приложение. Поэтому приходите довольствоваться только Android. Подводя итог, могу сказать, что Neoline T26 мне действительно понравился. И его использовать с точки зрения его веса, функционала, внешнего вида крайне приятно. Я точно не буду его куда-то дальше продавать или менять на какой-то другой. Я думаю, этот гаджет отслужит мне верой и правдой, ну, точно, несколько лет. И в ближайшую зиму-то я не покатаюсь. Но летом, мне кажется, я его протестирую вдоль и поперек. Возможно, сниму даже следующее видео. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ссылки на актуальных продавцов я оставлю в описании. Ну, а вы подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам такая модель.